На календаре 29 декабря. Ровно 160 лет назад, 29 декабря 1856 года, газета Самарские губернские ведомости опубликовала объявление губернского правления. В нем сообщалось, что самарцы обязаны извещать городскую полицию обо всех приезжающих и уезжающих из губернской столицы лицах. За неисполнение данного поручения правление грозило штрафом в 25 копеек серебром в сутки за каждого человека. Такая мера применялась как из соображений безопасности, так и для получения информации о миграционных процессах, происходивших на тот момент в Самарской губернии. 29 декабря 1913 года в Самаре на Александровском катке, который располагался на улице Дворянской и нынешней улице Куйбышева, состоялись конькобежные состязания. 11 спортсменов, показавших лучшие результаты на разных дистанциях, получили ценные призы. Надо сказать, что конькобежный спорт в то время был очень популярен в губернской столице. И благодаря деятельности Самарского яхт-клуба подобные спортивные состязания проводились довольно часто. В 29-й день декабря в разные годы появились на свет российская императрица Елизавета Петровна из династии Романовых, известный архитектор, один из создателей русского ампира Карл Росси, американский актер, лауреат премии «Оскар» Джон Войт, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра «Луны» Сергей Проханов, эстрадный пародист, телеведущий Михаил Грушевский, комедийная актриса, бывшая КВН-щица Полина Сибогатулина и прочие знаменитости. День ангела сегодня у Александра, Аркадия и Софьи. А в народном календаре 29 декабря день Агея и Несея. С самого утра наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые святки. Такое случалось нередко. Агей-пророк сеет иней на порог, говорили люди. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого крещения. Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что предстоящее лето будет неурожайным. А еще по погоде на Агея судили о том, каким будет следующий апрель. Таким был в истории 29 день декабря. Прекрасного настроения вам и успехов во всех предновогодних делах!